Все мы помним чувства, возникающие при виде маленького ребенка, который плачет и тянется к нам, прося о помощи. Любящий Небесный Отец посылает нам такие же чувства, побуждая нас помогать Его детям. Пусть это чувство не покидает вас, пока я буду говорить о нашей обязанности защищать детей и родить за их благополучие. В своем выступлении я опираюсь на Евангелие Иисуса Христа, в том числе и на Его план спасения. Я к этому призван. Местные церковные руководители несут ответственность за единичное подразделение, например, приход или кол, в то время как апостол обязан свидетельствовать всему миру. Независимо от нации, расы и верований, все дети — это дети Божьи. Хотя я не прибегаю к политическим или общественным понятиям, я, как и другие церковные руководители, не могу говорить о благополучии детей, не упоминая о выборе граждан, чиновников и сотрудников частных компаний. Всех нас касается заповедь Спасителя «Любить и заботиться друг о друге», особенно о слабых и беззащитных. Дети очень уязвимы. Они почти или совсем не наделены способностью защищать себя или заботиться о себе и почти не в состоянии повлиять на то, что играет критически важную роль в их благополучии. Детям нужно, чтобы за них кто-то говорил, и им нужно, чтобы кто-то решал за них, ставя их благополучие выше своих корыстных взрослых интересов. Мы испытываем потрясение, узнавая о миллионах детей по всему миру, которые становятся жертвами злобных взрослых преступников и эгоистов. В некоторых странах, охваченных войной, детей похищают, вербуя их в качестве солдат, сражающихся армией. По данным ООН, больше двух миллионов детей ежегодно становятся жертвами проституции и порнографии. С точки зрения плана спасения, одно из величайших преступлений против детей состоит в том, чтобы не дать им родиться. И это всемирная тенденция. Национальный уровень рождаемости в США достиг минимума за последние 25 лет, а рождаемость в большинстве европейских и азиатских стран уже много лет не превышает уровня смертности. Это проблема не только религиозного характера. По мере того, как подрастающее поколение редеет, культуры и целые нации мельчают и в конечном счете исчезают. Одна из причин снижения уровня рождаемости — это аборты. Подсчитано, что в мире проводится более 40 миллионов абортов в год. Многие законодательные системы допускают или даже пропагандируют аборт, но для нас это великое зло. В числе прочих преступлений против неродившихся детей это вред, нанесенный плоду вследствие неправильного питания матери или употребления наркотиков. Какая горькая ирония сокрыта в том, что множество детей умершвляются или калечатся еще до рождения, в то время как толпы бесплодных супружеских пар хотят и стремятся усыновить детей. Более заметны в обществе случаи насилия или пренебрежительного отношения к уже родившимся детям. По всему миру почти 8 миллионов детей умирают, не дожив до 5 лет, главным образом от болезней, которые можно излечить и предотвратить. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что задержка физического и имственного развития каждого четвертого ребенка связана с неправильным питанием. Мы, церковные руководители, живем в разных странах и много путешествуем, и часто видим такое. Генеральное президентство первоначального общества рассказывает, что дети порой живут в таких условиях, которые нам в страшном сне не снились. Одна мать на Филиппинах сказала, «Иногда нам не хватает денег на еду. Но ничего страшного, ведь это дает мне возможность учить своих детей верить в Бога. Мы собираемся и молимся о помощи, и дети видят, что Господь нас благословляет». В Южной Африке одна служительница первоначального общества познакомилась с маленькой девочкой, одинокой и грустной, и едва слышно, отвечая на исполненную любви вопрос, и она сказала, что у ней нет ни матери, ни отца, ни бабушки. Они заботятся только один дедушка. Подобные трагедии привычны на континенте, где так много родителей и опекунов умирают от СПИДа. Даже в богатых странах маленькие дети и молодежь страдают от принадлежительного отношения. Дети, растущие в бедности, не могут рассчитывать на хорошую медицинскую помощь и возможность получить образование. Они также подвержены опасному воздействию окружающей их физической и культурной среды и даже равнодушия своих родителей. Не так давно старейшина Джеффри Холланд рассказал историю об одном полицейском святом последних дней. Проводя расследование, он нашел пять маленьких детей, которые, прижавшись друг к другу, пытались заснуть без постели на грязном полу в жилище, где их мать и отец пили и развлекались. В квартире не было пищи, которой они могли бы удалить свой голод. Уложив детей на наскоро сооруженную кровать, офицер преклонил колени и помолился об их защите. Он отправился к двери, и тут один из детей лет шести побежал за ним, схватил его за руку и взмолился, «Пожалуйста, установите меня». Мы помним учение нашего Спасителя, когда Он поставил перед Своими последователями «Малое дитя» и провозгласил, «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили Ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской». Размышляя об опасности, от которой нужно защитить детей, необходимо также помнить о психологическом насилии. Оскорбляя, запугивая или унижая детей или молодежь, родители или опекюны, либо учителя, наносят раны, которые заживают хуже, чем физические травмы. Внушая ребенку или юноше, или девушке, что они ничего не стоят, не заслуживают любви и никому не нужны, мы наносим серьезный и неизгладимый урон их благополучию и развитию. Молодежь, борющаяся с любыми незаурядными обстоятельствами, включая влечение к лицам своего пола, особенно уязвимые, нуждаются в понимании любви, а не в запугивании или изоляции. Заручившись помощью Господа, мы можем покаяться и измениться, сильнее любить и помогать детям, как своим, так и тем, кто нас окружает. Немногие факторы столь серьезно угрожают физическому или эмоциональному благополучию детей, как те, что связаны с их отношениями с родителями или опекунами. Президент Томас Монсон однажды уже говорил о так называемых мерзостях, о жестоком обращении с детьми, когда один из родителей унижает или калечит ребенка как физически, так и эмоционально. Я слушал с огорчением, поскольку по долгу службы в Верховном суде штата Юта мне приходилось видеть шокирующие подтверждения подобных ситуаций. Крайне важно для благополучия детей и следующее. Состоят ли их родители в браке? Каков по природе и продолжительности этот брак? И шире, какова культура, ожидания и забота о детях в семье, где они живут? Два специалиста по вопросам семьи объясняют, цитата, «На протяжении всей истории брак прежде всего и в целом служил средством продления рода и воспитания детей. Он обеспечивал культурную связь, призванную соединить отца со своими детьми, скрепив его с матерью его детей. И все же, с недавних пор, детей все дальше оттесняют с центрального места в семье». Конец цитаты. «Один профессор права из Гарварда так описывает нынешние законы и отношения к браку и разводу. Современное американское определение брака, закрепленное в законе и большей части популярных источников, звучит примерно следующим образом. Брак — это отношения, существующие прежде всего в интересах каждого из супругов. Никто не виноват, если он перестает выполнять эту функцию, и любой из супругов может прервать его по своему желанию. В этом определении вряд ли стоит ожидать появления детей. В основном они предоставлены призрачными фигурами на втором плане». Конец цитаты. «Наши церковные руководители учат, что отношения к браку как к простому контракту, который можно заключить, когда заблагорассудится и расторгнуть при первой же трудности, это зло, заслуживающее серьезного осуждения, особенно если при этом страдают дети. А развод оказывает на детей глубокое воздействие. Более половины разводов за прошлый год произошло в семье, где есть маленькие дети. Многие дети были бы благословлены возможностью расти в полных семьях, если бы только их родители следовали вдохновленному учению из воззвания о семье, где сказано, «На мужа и жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и заботу друг к другу и к своим детям. Расти детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские и духовные потребности, учить их любви и служению друг другу по виновению заповедям Божьим и воспитать их законопослушными гражданами своей страны – это священный долг родителей». Пример родителей – самый действенный способ обучения детей. Родители, которые разводятся, неизбежно преподносят плохой урок. Разумеется, бывают случаи, когда развод необходим на благо детей, но такие ситуации крайне редки. В большинстве состязаний между супругами родители соперники должны придавать намного большее значение интересам детей. И с помощью Господа им это удается. Детям нужно развить эмоциональную и личную силу, которая приходит к тем, кого растят оба родители, единые в браке и целях. Меня самого вырастила овдовевшая мать. Я на своем опыте знаю, что это не всегда достижимо, но таков идеал, к которому нужно стремиться при любой возможности. Дети становятся первыми жертвами нынешних законов, допускающих так называемый «развод без вины». С точки зрения детей, развод — слишком легкий путь. Обобщив результаты социологических исследований, которые велись десятки лет, один ученый пришел к выводу, что семейная структура, наиболее выгодная для детей, как правило, представляет собой союз двух биологических родителей в браке. Автор газеты «Нью-Йорк Таймс» отметил «Поразительный факт, именно в то время, когда традиционный брак сдает позиции в США, возникают подтверждения его значимости для благополучия детей». Конец цитаты. Этот факт должен послужить важным руководством к действию для нынешних и будущих родителей, задумывающихся о браке и разводе. Одновременно нам нужно, чтобы политические деятели, государственные чиновники и должностные лица уделяли больше внимания тому, что лучше для детей, в противовес эгоистичным интересам избирателей и громогласным сторонникам и интересам взрослых. Дети также становятся жертвами незаключенных браков. Немногие факты о благополучии подрастающего поколения внушают больше опасения, чем недавнее сообщение о том, что в США 41% новорожденных появился у несостоящих в браке женщин. Незамужние матери сталкиваются с серьезными трудностями, и совершенно ясно, что их дети многое теряют по сравнению с теми, кто растет у заключивших брак родителей. Большинство детей, родившихся у незамужних матерей, 58% родились у пар, живущих в гражданском браке. И что бы мы ни говорили о таком браке, исследования показывают, что их дети чувствуют, что им чего-то не хватает, сравнивая себя с другими детьми. В глазах детей относительная стабильность брака имеет важнейшее значение. Важно также отметить, что такую же недостаточность ощущают и дети, которых воспитывают однополые супруги. Социологическая литература приводит противоречивые и политически окрашенные данные, когда речь идет о продолжительном воздействии этого обстоятельства на детей. Преимущество потому, что, как отмечает автор из газеты «Нью-Йорк Таймс», однополый брак — это социальный эксперимент. И как большинство экспериментов, осознание его последствий займет какое-то время. Я говорю от лица детей, детей всего мира. Кто-то может опровергнуть некоторые из этих примеров, но нельзя игнорировать призыв к единению, чтобы мы могли уделять больше заботы, благополучия и будущему наших детей, нашего подрастающего поколения. Речь идет о детях Божьих, и, заручившись Его могучей силой, мы можем помочь им гораздо больше. С такой просьбой я обращаюсь не только к святым последних дней, но также и ко всем верующим и к тем людям, чья система ценностей побуждает их ставить потребности окружающих выше своих собственных, особенно когда речь идет о благополучии детей. Верующие люди также не забывают об учении Спасителя из Нового Завета, который гласит, что чистые маленькие дети наш образец смирения и готовности к получению знаний. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. «И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». В книге Мормона мы читаем о том, как воскресший Господь говорил нефийцам о необходимости покаяться и креститься, и стать как малое дитя, иначе они не смогут унаследовать Царство Божие. Я молюсь, чтобы мы смирили себя подобно малым детям и выступили на защиту наших маленьких детей, ибо за ними будущее наше и нашей Церкви и наших народов. Во имя Иисуса Христа. Аминь.